Сказка про ружью кошку Сказка про ружью кошку Хозяева ее бросили И она там жила одна Эта ружья кошка Днем очень резко показывалась Ее можно было увидеть днем Не больше одного раза И то мог мелькнуть только один хвост Или на мгновение показаться вся мордочка Или в лучшем случае Можно было увидеть как она полностью Перебегает дорогу И исчезает в своем доме Больше всего Она любила сидеть около куклы В дальней комнате своего дома Одна из один мальчик и одна девочка Брали около того дома И забрались как раз именно в ту комнату Где кошка жила за своей куклой Рыжая кошка в это время отсутствовала И дети увидели в пустой комнате куклу Они стали играть с этой куклой Они положили перед ней камушек И сказали, что это ее чашечка С манной кашей А потом невидимой ложкой Стали ее кормить А потом стали укладывать ее спать И напевали ей песенку Спи, малышка-деточка Вот и ночь пришла Мамочка родная Купила три чулка Баю-баю-баюшки Баюшки-баю Песенку ночную Я тебе пою Рыжая кошка услыхала эту песенку И сказала Я сначала рассердилась Увидев вас в своем доме Но потом смотрю Вы не обижаете мою куклу А напеваете ей колыбельную песенку И тогда я перестала сердиться Даже сидела и с удовольствием слушала эту песенку Только вот Одно мне непонятно Девочка Откуда ты знаешь эту историю Про три чулка Эту историю она не знает Сказал мальчик Она просто на ходу Сочинил эту песенку Да-да Сказала девочка Я эту историю не знаю Но если ты не знаешь эту историю Сказала рыжая кошка Откуда тогда тебе известно Что эти именно три чулка Именно купила мамочка Не знаю Сказала девочка Это что-то поразительное Сказала кошка А потом Добавила Немного Помолчав Если хотите дети Я вам покажу эти чулки Но их правда Всего только два Да-да Мы хотели бы на них посмотреть Ответила девочка А мальчик Мотнул головой Глядя прямо В глаза Рыжей кошки Пойдемте со мной Сказала рыжая кошка И подошла к маленькому Детскому Игрушечному Сундочку Она Отворила его И дети Заглянув в него Увидели там Маленькую рыжей кошку Сидящую на стуле А рядом Увидели себя Возле кошки Остаешь ему справа И слег Кошка 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 тогда Сказала Не быть двум Солнцем Не быть двум Птицем Не быть двум Лицем И что-то еще Добавила Но дети Этого уже Не услыхали Так как В ту же секунду Переселились Внутри Этого Сундочка Они находились В прекрасном дворце Синими стенами Голубым полом Во дворце Окна были Распахнуты И там летали Птицы Вместе С рыбами И даже Вместе С собаками И с черепахами Как же это Они летают По воздуху Закричал Мальчик Очень просто Сказала кошка Ты тоже можешь Полетать Если хочешь Дело в том Что в стране Которой нет Ничего не может быть Того Что Невозможно Мальчик Подошел К окну И подняв голову Завороженно Посмотрел На летающих Птиц Рыб И собак С черепахами Поднимай руки И лети Кликнул Рыжая кошка Мальчик Поднял Руки Я никак Не могу Полететь Закричала Ты подумай о том Что ты летишь К ним Сказала Спокойно Рыжая кошка Мальчик Мальчик Махал руками Но Никак не мог Подняться Вверх Он Опустил Руки И посмотрел Горезно На девочку И на рыжую кошку Ты представь себе Что ты Подбрасываешь Себя Самого Как яблоко Сказала кошка А потом Добавила Обращаясь К девочке Пока он там летает Пойдем со мной Я тебе покажу То Что ты Хотела Увидеть Девочка Убедившись Что мальчик Действительно Резвится Там в воздухе С рыбами И черепахами Двинулась Следом За рыжей кошкой Они прошли Мимо кустов Рос Которые росли Прямо в воздухе В виде Круглых Зеленых Шаров Из листьев У них Не было корней И кусты Снизу И сверху И сбоку Были Одинаковыми Глядя на них Хотелось Превратиться В бабочку И полетать Внутри куста Между Рос И листьев Это все Как-нибудь В другой раз Сказала Рыжая кошка Да, конечно Со вздохом Сказала Девочка Ева только на миг Остановившись Возле куста Розы И невольно Дотронулась До одного Листочка И тот час Два пальчика Не стали Зелеными А-а-а Сказал девочка Подуми на них Сказала кошка Девочка Подумала Свои пальцы Краска Повредня И исчезла Они пошли Дальше Дорогу им Преградила Статуя Слонов Величной Щенник Для заварки Слоны Махали Приветливо Хоботами Но что Удивительно У них У всех Были Глаза Совершенно Разноцветные Синие Красные Оранжевые И зеленые Бусинки Когда слоны Прошли Они Спустились По четырем Ступенькам На стеклянный пол Другого зала Здесь Здесь летали Возле самых рук И глаз Маленькие Облака Девочка Их обходила Или Нагибалась Чтобы Чтобы не Задить Чтобы не задеть И головой Наконец Они увидели Женщину В белом платье Она сидела В кресле Мечтала Покруг Покруг Они подошли поближе, женщина подняла глаза и увидела девочку. Она закрыла книгу, все рыцари сейчас растворились в воздухе. Куда же они все подевались? Удивилась девочка. Не расстраивайся, сказала улыбаясь женщина в белом платье. Ты можешь открыть любую из этих книг. И она показала рукой на своей книге и увидеть все, что ты захочешь. Книг было очень много. И девочка решила про себя, что это тоже можно сделать как-нибудь в другой раз. Возьмите, если вы не сломашли, возььте выбиты. Возьмите, если перес MRI вот здесь, посмотрите. Возьмите, бы красавчик. «Извините, пожалуйста, что мы вас побеспокоили», — сказала Рыжая Кошка. Но эта девочка напевала такую замечательную песенку, что очень меня расположило к себе, и я решил ее пригласить к вам. И дело в том, что она пела в этой песенке про три чулочка, которые вам подарила ваша матушка. «Как это удивительно», — сказала женщина. «Эти чулки я всегда одеваю и никогда с ними не расстаюсь». Она приподняла слегка платье и показала белоснежные чулки, а заодно... «И очень красивые туфельки». «А где же ваш третий чулок?» — сказала девочка. «И в этот же миг раздался звон часов, совершенно необычайный. Как будто звенело множество хрустальных колокольчиков. Насколько их там девочка уже не могла разобрать, так как все закружилось вокруг нее. И она снова очтилась вместе с рыжей кошкой в комнате этого заброшенного дома. «Третий чулок на кукле», — сказала рыжая кошка. «Можно было и не торопиться с этим вопросом». «Я это уже поняла», — ответила девочка. «Да, ты поторопилась». «Вздохнула рыжая кошка». «Но чтобы тебе не скучно было возвращаться домой, надо скорее позвать его». И она показала своей лапкой на открытый маленький сундучок. «Ах», — сказала девочка, «мы про него забыли». «Не быть двум солнцем». «Не быть двум птицам». «Не быть двум лицам». «Что-то в этом духе говорила рыжая кошка». «Я специально не привожу последних ее слов, чтобы с теми, кто не умеет с ними обращаться, не произошло каких-нибудь непредвиденных приключений». «И после этих слов мальчик тут же оказался рядом с ними». «Рыжая кошка». «Рыжая кошка проводила их до самого дома. «Но она отрез отказалась зайти в гости, пить чай». «Мне надо торопиться, страну которой нет, чтобы посмотреть, все ли твои неосторожные слова превратились в облака или не все». «И рыжая кошка каждому из них дам на прощание пожать свою пушистую лапу». «И рыжая кошка». «У всех двум птицам». «Рыжая кошка». «Быбы планирование». «Три нихрочная кошка». «Три нихрочная кошка». Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»